Он потерял здоровье, но не утратил любовь к жизни. Дмитрий Миронов из Обнинска получил травму при занятиях спортом, но оказавшись в инвалидной коляске, продолжает трудиться и помогать другим людям с ограниченными возможностями. Он не знает такого слова, как невозможно, но уже давно осознал, что в жизни бывает тяжело. Это окно в мир из родного дома Дмитрий спроектировал сам и сам же на него заработал. Чтобы воплотить свои задумки в реальность, он старается не просить ни у кого помощи. И, как положено, настоящему мужчине все делает самостоятельно. А в своих проблемах он находит не повод для грусти, а только мотивацию к действию. Шесть лет сидения. Ну, не в заперти, но на втором этаже я жил до этого. Меня, конечно, спускали на улицу. Отец, друзья таскали по лестнице. Но это, конечно, не выход. Очень долго искал варианты, что есть, почем, сколько стоит, потому что рассчитывал на свои силы. В итоге было решение такое, найти квартиру для обмена, ну, для продажи своей, купленовой квартиры, которой можно пристроить пристройку. Это был первый шаг, который стал началом большого ремонта. После покупки новой квартиры, состояние которой оставляло желать лучшего. Он сделал своими силами капитальный ремонт и перепланировку бывшей Сталинки. Для этого ему даже пришлось выучить основу архитектуры. Сейчас, обустроив дом, Дмитрий строит планы на будущее. Планы жить, радоваться, расти детей, в общем-то, путешествовать. Так что, самые нормальные планы, как у всех людей. Примерный семьянин, успешный трудоголик. Этим Дмитрий планирует не ограничиваться. Он уверен в своих силах, так же, как и в том, что его драгоценный жизненный опыт может пригодиться таким предпринимателям, как и он сам. В этом с ним согласен и Калужский, и уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Колпаков. Поэтому в гости к нашему герою не с пустыми руками. Он лучше знает те проблемы, которые надо порешать. Проблем много. Одна из них, Дмитрий, как предприниматель, платит все налоги, свою ПЭД, так как все среднестатистические предприниматели страны. Он платит все по полной программе, но трудовую пенсию заработать не сможет. У меня возникает вопрос, почему человек, который может не работать, работает, но не может получить себе доплату по возрасту пенсии. Это мы сейчас проблемы обсуждаем. Получать сразу две пенсии, трудовую и по инвалидности невозможно. Выбор лишь одной из них. Людей не мотивирует трудиться, соглашается Анатолий Артамонов. За горячим чаем и домашним тортом губернатор расспрашивает о проблемах, которые беспокоят тех, кто не может передвигаться самостоятельно, но при этом не бросает работу. То, что касается, чтобы оставалась пенсия, оттуда надо подумать. Это, во-первых, не наша компетенция. Налоги – наша компетенция, а пенсии – не наша компетенция. Поэтому, может быть, на федеральном уровне что-то. Инициировать надо, а всегда надо пытаться. Подумать над этим. Дмитрий Миронов рад вниманию, но уже давно привык не жаловаться и надеясь только на себя, идти вперед. Теперь у него есть еще одна цель – помогать другим. Людям, потерявшим здоровье, рассказывать и показывать все, что может облегчить им жизнь. Так же, как этот самодельный лифт. Татьяна Зимушна, Александр Бурылкин, Андрей Бодышев, Валерий Грищенко. Телекомпания НИКТВ. Обнинск.